Приветствую! Настало время сказать людям правду. Ту правду, как она есть. Давно, честно говоря, хотел сделать такое видео, но все как-то не складывалось. И вот теперь мне помог в этом судья. Судья Зиньковского районного суда Полтавской области. Вы уже прекрасно знаете об этом решении, где суд сказал, что мобилизация незаконна, что ТЦК это частная структура, что Министерство обороны частная структура, что Кабмин не зарегистрирован вообще в Украине, а зарегистрирован в США. И вот здесь нам теперь нужно разобраться, действительно ли это правда, действительно все это так, как написано в решении суда, и мы потом сможем ссылаться на это решение суда, выигрывать соответственно в судах соответствующие споры с государством и избегать мобилизации, избегать вообще каких-либо обязанностей, которые хочет нам навязать государство. И вот, друзья, очень вас призываю к тому, чтобы вы обязательно досмотрели до конца, потому что в конце вы узнаете то, даже то, чего не сказал суд. Ну а теперь, чтобы разобраться в этом решении, будем смотреть первоисточник. Первоисточником для судей был соответствующий реестр, и мы посмотрим, действительно ли наше министерство зарегистрировано в США. Давайте смотреть реестр. И вот сейчас мы с вами на этом сайте, который принадлежит компании Dun & Bradstreet. То есть регистрация в США проводится даже не в государственной компании, а в частной компании. Вдумайтесь вообще, какая жесть. И да, это именно тот сайт, где люди получают так называемые данс номера. Вот они, вот видите, вот здесь, да, все про данс номер. И ссылочку я оставлю, вы зайдете, все это проверите, посмотрите. Рассказываю, что я сделал. Вот зашел на этот сайт, зашел в этот раздел, и вот найти, найти, видите раздел, найти того, у кого есть данс номер. И вот здесь я выбрал такое слово министри, да, ну министерство, и выбрал вот здесь Украину. И что я нашел, вы сейчас будете поражены. Что же я нашел, смотрите. Министерство финансов Украины, министерство юстиции Украины, министерство внутренних дел Украины, министерство энергетики Украины. Просто жесть, вот вдумайтесь. Вот, министерство финансов, министерство юстиции, министерство внутренних справ, министерство энергетики. Просто все наши министерства зарегистрированы в США. но друзья тут все уже не вопрос да вы увидели это вот она на сайте есть вы зайдете проверить и но я решил пойти дальше и разобраться вообще как же устроен наш мир и пошел дальше что я сделал как в других странах думаю дай посмотрю япония вот тоже самое слово министре и вот здесь выбрал японию и смотрим дальше министерство финансов министерство земель инфраструктуры транспорта министерство здоровья вы посмотрите это все это japan japan япония ну government support да то есть ну вы понимаете это государственные предприятия все министерство тоже зарегистрированы в сша но вы скажете стоп да япония ну с ней все понятно это же япония у нее такая история что окей все понятно но друзья сейчас пойдем дальше и вы будете вообще в шоке но перед тем как мы пойдем дальше хочу вам напомнить что у меня есть телеграм-канал информации там всегда больше и появляется она более оперативно чем в youtube канале ссылочка на этот телеграм-канал есть в описании к данному видео также в телеграм-канале вы можете задать мне вопрос и я отвечаю на ваши вопросы в комментариях так вот идем дальше смотрим еще а это забыл это еще не жесть да вот тоже самое министерство австралия австралия вдумайтесь австралия вы думали что австралия как-то связано с великобританией нет то же самое все в сша все зарегистрировано в сша министерство здоровья министерство чего это безопасности еще одно министерство здоровья что ли ну может какой-то сбой вот министерство образования тоже в сша и вот тут подходим сейчас вообще до жести вы просто будете в шоке вы просто будете в шоке россия россия министерство тоже слова russian federation да и смотрим открываем смотрим что тут мид россии вдумайтесь мид россии и здесь вот написано ministry of foreign affairs of the russian federation английский у меня божественный так вот минкульт россии минкультуре россии вдумайтесь а дальше смотрите минобр науки rd гку кто такой непонятно но это что а это дагестан уже это дагестан вот посмотрите это дагестан правда да предыдущий минкульт москов москов смотрите вот ничего не придумывают dance сайт вы видите адрес сайта сейчас на экране вы можете зайти проверить это все вот еще раз покажу вам как искать слова министре здесь вы выбираете страну и вот пожалуйста руфу все я не могу нести этот бред я смог я выдержал друзья но я думаю что вы поняли я думаю вы все поняли но что нужно было понять понять простую вещь dance номера присваиваются тем юридическим лицам которые хотят зарегистрироваться в данной базе данных если вы покопаетесь в истории это база данных это вообще крупнейшая пожалуй в мире база которая собрала информацию о предприятиях которые существуют на нашей планете это частная база данных это не государственная база данных это частная компания которая собирает эту информацию но это настолько серьезная частная компания что для того чтобы какому-то юрлицу выступать на территории сша в каких-то отношениях да ну допустим там до министра почему у министерств есть там регистрация потому что у министерств могут быть представительства у стран могут быть посольства и прочее есть взаимоотношения между странами и для того чтобы там быть вступать в эти взаимоотношения ты должен иметь этот номер но для того чтобы получить этот номер компания должна быть изначально зарегистрирована в своей стране в соответствии с действующим законодательством то есть нахождение компании и наличие у нее dance номера говорит лишь о том что она зарегистрирована в этой базе это не делает ее частной это не делает ее зарегистрированной в сша это делает эту компанию такой которая имеет dance номер по аналогии если вот кто-то помнит был такой каталог в свое время желтые страницы но вот у нас харькове был такой в 90-х годах там начале двухтысячных желтые страницы и ты открывая этот каталог ты видел там компании любые вот все что там харькове было так точно все было туда занесено и вот здесь нужно понять что вот этот сайт да это вот эти желтые страницы и то что у вас внесли в этот сайт вы себя внесли в этот сайт не меняет вашего юридического статуса вы как были зарегистрированы в сша ой вот это оговорочка получилась по фрейду как были зарегистрированы в украине да так и остались ну а теперь давайте посмотрим по поводу того что же такое минобороны действительно ли это частная компания и ответ мы будем искать нигде-нибудь нигде-нибудь а в реестре в едином государственном реестре украины я сделал вытяг вот прям сегодня за пару часов до записи этого видео сделал вытяг оплатил его и вот давайте мы его сейчас с вами посмотрим и вот на экране вы сейчас видите этот вытяг как вы видите вот я его непосредственно сделал да сделал вот двадцать восьмого 0 8 в 22 33 46 какая красивая цифра получилось здесь я замазал цифру для того чтобы никто не мог по этому коду зайти скачать его до чтобы там ко мне претензий не было со стороны реестра и так мы видим вот код гидр по да вы можете по этому коду проверить что это действительно министерство обороны украины кстати в в решении суда код указа неправильно там нет 1 0 вот идем дальше вот здесь перечень данных по которым была запрошена информация и ну вот если там вы будете останавливать и читать то вы увидите что это полный перечень то есть я когда выбирал какой вытяг я заказал сделать полный вытяг по всем данным которые есть в реестре ну и вот мы здесь видим что названа министерство обороны украины вот этот код его стан зарегистровано а дальше смотрим вот что важно организации на правовая форма юридичные особы и вот что в реестре написано орган державной влады не приватна компания не физ особо а орган державной влады это то как государство зарегистрировала такое образование как министерство обороны украины поэтому все рассказы о том что это не государственный орган и что он вообще зарегистрирован в сша ну вот друзья вот вытяг каждый из вас может зайти вот такой полный вытяг стоит 100 гривен плюс там 5 гривен комиссия сделали вытяг сами можете проверить и здесь вот если мы полистаем да про власть есть вот про власть не здесь вообще ничего не сказано да вы это дияльности вот он дияльностью сфере обороны и он один-единственный никаких других видов деятельности нет ну и соответственно вот нам резников да как руководитель мы можем что проверить вот власть не дам если вы посмотрите вот здесь внизу выйти очень большой 49 страниц ну правда там большую часть из них это перечень представителей тех людей которые в суде могут представлять что я сейчас делаю ищем что здесь сказано про власть не до написано ли где-то что это приват на власть есть может же я скрываю вот делаем следующим образом на начало перетаскиваю и пишу слово власть да вот здесь и ищем ведомости про структуру властности ничего не указано здесь да вот соответственно ну потому что госорган дальше информация про кинцевого бенефициарного властника юридичные особы ну здесь не какое-то и все и все вот видите еще раз смотрите слово власть власть до чтобы найти приват на власть есть раз два три все больше не встречается к чему я веду друзья проверяйте всю информацию на сегодняшний день это достаточно легко ну просто нужно знать где искать я рассказываю где можно это сделать я очень надеюсь что данное видео будет полезно всем и тем кто понимал что государственные органы украины все-таки являются государственными органами украины но может до этого момента не видел документов для тех кто не верил в это возможно увидев документ увидев что такое dance до что там зарегистрированы министерства всех стран да ну никому же не придет сейчас в голову говорит что министерства которые зарегистрированы в сша российские министерства это американские компании да ну ну реально же бред вообще кстати да там можно же еще и китай посмотреть и китайцев там тоже можно найти они тоже зарегистрированы в dance и что китай это тоже сша ну вы понимаете насколько это бредово все звучит и надеюсь вы об этом задумаетесь вы примите проверить и безусловно заходите надо сайт заходите на сайт реестра да делайте вытяг смотрите там можно бесплатно даже частично эту информацию посмотреть и убедиться в том что государственные органы украины это государственные органы украины и зарегистрированы они как органы государственные здесь в украине и надо вам еще задуматься о чем друзья подумайте а кто разгоняет мысли кому выгодно чтобы мы думали что госорганы частные компании ведь за этой идеей кроется что подталкивание человека к мысли о чем он не подчинение об отрицании государственной власти в украине подумайте кому же это выгодно к слову суд возвращаясь к решению суда можно ли на это решение суда ссылаться и как она вообще появилась честно как она появилась не знаю и на мой взгляд это вопрос вообще к службе безопасности украины я буду следить за этим решением за тем как отреагирует государство потому что там у меня есть ну несколько предположений до либо кто-то сознательно внес эти данные в решение суда либо был взлом системы и соответственно вот туда накидали такой информации я честно я не могу поверить что судья реально сознательно мог такое написать ну в принципе ни один юрист который находится вот в нормальном состоянии сознание такого не напишет будем следить будем смотреть за реакцией госорганов и безусловно те кто думает что можно на это решение суда будет ссылаться и выигрывать дела конечно же нет решение суда первой инстанции носят исключительно индивидуальный характер и даже в этом же районе в этом районном суде другие судьи могут спокойно себе принимать противоположное решение и не обязаны принимать решение со ссылкой опираясь каким-то образом на данное решение суда поэтому друзья ну где не рекомендую принимать это решение суда всерьез никаких серьезных последствий она иметь ни для кого не будет но разве что для судьи если вдруг я в это честно говоря не верю но если вдруг это действительно судья принял такое решение то для него я думаю определенные последствия конечно же будут будем за этим следить все чувствую что наговорил уже долго заболтал вас заканчиваем если вы считаете что данное видео было полезным поставьте ему лайк подпишитесь на мой канал и вы найдете еще массу полезных видео напомню что с вами был олег лукьянчиков адвокат кандидат юридических наук желаю вам удачи благополучия и конечно же мира пока пока